МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Говорит и показывает город-герой". Севастопольское информационное бюро. Первые новости города. В студии Кирилл Попов. Здравствуйте. Взрыв в многоквартирном жилом доме прогремел 26 августа в Керчи. Инцидент произошел в среду в 17 часов на улице Кирова. Видео разгоревшегося пожара засняли очевидцы. МЧС отметили, что прибывшие на место возгорания спасатели, это два звена газодымной защиты, немедленно приступили к тушению пламени. Сотрудники ведомства эвакуировали из дома 5 человек. Основная версия причины взрыва – утечка газа. По предварительным данным, пострадал один человек. Самой конструкции здания ничего не угрожает. Сейчас руководством администрации города решается вопрос о временном размещении пострадавших собственников жилья и организации для них горячего питания. Департамент городского хозяйства правительства Севастополя рассмотрит возможность провести ремонт теплотрассы на проспекте Октябрьской революции без вырубки растущих на этом участке деревьев. Об этом сообщил глава ведомства Евгений Горлов. Он пояснил, сейчас совместно с предприятием Севтеплоэнерго рассматриваются варианты работ с минимальными потерями зеленого фонда города. Разумеется, если будет такая возможность, мы, конечно, будем ее применять. У нас есть в планах замена этого участка, и, соответственно, будем совместно решать эти вопросы. Опять же говорю, ни в нарушение незакона, ни в нарушение тех требований, которые применяются жителями. Евгений Горлов отметил, просто отремонтировать теплотрассу, не прокладывая трубопровод, дублеры и не убирая зеленые насаждения, вряд ли получится. Есть специализированные организации, которые понимают, что, допустим, не теплотрасса, она находится в определенном коробе, к которому сбоку нельзя даже подойти. Соответственно, это знает только технологии укладки. Это организация, ресурсно-набжающая, которая обслуживает данную сеть. С точки зрения чиновника, подобная ситуация сложилась из-за того, что деревья на проспекте высаживались без учета проходящих под землей коммуникаций. Он пояснил, даже если проектом будет решено вырубить имеющиеся деревья, департамент произведет компенсационные высадки. Готовка к отопительному сезону у нас в городе должна проводиться. То есть это необходимые требования, в том числе и для обеспечения тепла наших жителей, того сектора. Сегодня мы сохраняем, говорим, что нужно сохранить деревья. Завтра мы обращаемся и говорим, что у нас в квартирах холодно. В течение недели мы будем понимать, как можно либо сохранить, либо снести. Все в природнодзоре телеканалу НТС уточнили, каких-либо заявок на согласование проектов по ремонту теплотрассы, либо на получение порубочных билетов к ним не поступало. Глава ведомства Юлия Гаврилова в разговоре с редактором независимого телевидения Севастополя подчеркнула важность того, что данный вопрос приобрел общественный резонанс. Благодаря этому к техническому заданию, где необходимо предусмотреть возможность сохранить максимум деревьев, и к действиям проектировщика будет приковано особое внимание как контролирующих органов, так и жителей проспекта Октябрьской революции. Напомним о том, что зеленые насаждения Гагаринского района оказались под угрозой вырубки, накануне интернет-порталу «Форпост» сообщила председатель Общественного совета при Главном управлении природных ресурсов и экологии города Элина Орел. Сроки строительства индустриального парка в районе Камышового шоссе и Яхтиной Марины в Балаклаве перенесли в связи с продлением действия федеральной целевой программы социально-экономического развития Крыма и Севастополя до 2024 года. Соответствующее постановление приняли 26 августа на заседании правительства города. Юридический индустриальный парк был создан в Севастополе еще в 2018 году. Для этого объекта власти выделили территорию вблизи бывшего мусоросжигательного завода. Но его фактическое строительство сейчас находится на стадии подключения электроэнергии. Сейчас у нас заключены контракты на технологические присоединения департаментом капитального строительства. И, соответственно, в ближайшее время, когда у нас выйдет сейчас, ну, соответственно, принимается госпрограмма, принимается адресный приказ Минэкономразвития. И после того, как уже средства и лимиты будут доведены, будут проведены торги непосредственно на проведение работ на индустриальном парке. Также на заседании правительства решили выделить субсидии с городского бюджета недавно созданному Государственному фонду развития промышленности Севастополя на закупку имущества и установку капитала организации. Власти отмечают, такой фонд позволит городским предприятиям получить займы от 5 до 50 миллионов рублей с низкими процентами. В Севастополе построят поликлинику на 320 посещений в смену в микрорайоне Казачья бухта. Многопрофильный лечебно-диагностический корпус онкологического диспансера и городскую инфекционную больницу на 200 коек. Об этом рассказал директор департамента здравоохранения местного правительства Сергей Шиховцов. В 2020 году правительство представило проект трех основных объектов, которые пройдут государственную экспертизу. Кроме того, на заседании правительства утвердили внесение изменений в государственную программу развития здравоохранения в Севастополе На реализацию продуктов молочной кухни в городе выделят 38,5 миллионов рублей, а на выдачу подарочных наборов новорожденным с 1 сентября потратят из бюджета почти 5,5 миллионов. Еще одна корректировка. Власти выплатят 84,5 миллиона рублей медицинским сотрудникам, рискующим заболеть коронавирусом во время пандемии. Также в соответствии с постановлением правительства Севастополя от 17 августа до 20-го года, номер 427, вводится новое мероприятие. Это финансовое обеспечение мероприятий по выплатам, связанным с введением нового теплового положения в оплате труда для медицинских работников учреждений подведенных к департаменту здравоохранения города Севастополя. Это касается надбывок. Это также ранее принятые постановления правительства Севастополя. Финансирование предусмотрено в размере 286,5 миллионов рублей. 80 миллионов рублей дополнительно потратят на строительство психоневрологического интерната в Севастополе. Об этом рассказал директор департамента труда и соцзащиты населения городского правительства Станислав Борисенко. Также он сообщил, что сроки возведения здания продлеваются. В отношении строительства психоневрологического интерната приводим программу в соответствии с крайней редакцией и изменениями. Добавляем финансирование плюс 80 миллионов. И сроки реализации данного мероприятия продляются до 2023 года. Иных изменений нет. Внесение изменений в постановление правительства Севастополя связано с выходом новой редакции федеральной целевой программы, утвержденной Российским Кабинетом Министров. Севастополь Энерго фиксирует многочисленные аварийные отключения в связи с механическим повреждением кабельных линий при проведении несанкционированных земляных работ. Последствия таких повреждений – это обесточивание большого количества потребителей, социально значимых объектов, преждевременный износ электрических сетей, О том, какие меры в сложившейся ситуации предпринимает энергоснабжающее предприятие – в следующем сюжете. Основная задача ведущего электросетевого предприятия «Севастополь Энерго» – обеспечивать бесперебойную и качественную подачу электричества по всему городу. Однако сетевики все чаще фиксируют аварийные отключения в связи с механическим повреждением кабельных линий при проведении несанкционированных земляных работ. Последствия таких действий – обесточивание большого количества потребителей, социально значимых объектов и преждевременный износ электрических сетей. Одна из первостепенных мер, которую предприняла «Севастополь Энерго», обратилась к местным властям с просьбой рассмотреть возможность принятия нормативно-правовых актов, ужесточающих ответственность лиц, повредивших кабельные линии. Такая практика существует в городах федерального значения – в Москве и Санкт-Петербурге. На сегодняшний день инициатива предприятия находится на рассмотрении законодателей, но энергетики надеются на принятие необходимых документов для поддержания сохранности региональной инфраструктуры. Обеспокоенная данной ситуацией, «Севастополь Энерго» обратилась в адрес правительства города, в адрес законодательного собрания и прокуратуры с целью разработки административных актов по городу Севастополю, которые повысят ответственность тех, кто проводит несогласованные работы за повреждение кабельных сетей. По статистике, за текущий год зафиксировано 67 случаев повреждений. За аналогичный период прошлого года таких случаев было 43. К вопросу повышения надёжности работы кабельных сетей, повреждённых сторонними лицами, «Севастополь Энерго» подошло комплексно. Помимо законодательных инициатив, руководство предприятия приняло решение приобрести современное оборудование – систему диагностики CPDA-15. Этот прибор отечественного производства предназначен для поиска и отображения мест и степени дефектов электрической изоляции кабельной линии на основании измерения и анализа частичных разрядов. Здесь мы видим, что на общей длине кабельной линии вот этими точками обозначены частичные разряды, то есть дефекты на кабеле. По их величине и общему количеству можно сделать вывод об общем состоянии кабеля и также выделить наиболее по вахе участки кабельной линии. Насколько вот этот кабель в удовлетворительном состоянии? Мы здесь видим и достаточно большую интенсивность диефектов, и также эти диефекты большие по величине. То есть необходимо будет принимать меры по его ремонту. Управление прибором производится с ноутбука, подключённого к интернету. Процесс полностью автоматический. Устройство можно использовать для контроля изоляции любых типов сетей высокого напряжения. Оно позволяет проводить неразрушающую диагностику. В первую очередь специалисты проверили кабельные линии с большим количеством муфт на местах механических повреждений. Диагностика нам позволяет увидеть диаграмму, где происходит локализация аварийных участков кабельной линии. И мы уже понимаем, либо это муфта, либо это целый участок. Сопоставляем с теми данными, которые у нас есть, то есть максимальное количество участков с муфтами мы стараемся менять. Как правило, у нас совпадают наши практические наблюдения с результатами диагностики. В результате диагностики и анализа полученных данных специалистами «Севастополь Энерго» были определены 26 кабельных линий, нуждающихся в ремонте. В рамках подготовки к осенне-зимнему сезону энергетики планируют заменить участки общей протяжённостью более 9 километров. На сегодня план уже выполнен более чем наполовину. Беспокойство ведущего электросетевого предприятия «Севастополь Энерго» в преддверии отопительного сезона 2020-2021 годов вызывает состояние сетей смежной сетевой организации 102-й ПЭС. На территории Севастополя есть предприятие электрических сетей, 102-я электрическая сеть Министерства обороны. По нашим сведениям, с 2009 года линия, которая расположена в посёлке Сахарная головка и питает около 2200 жителей этого населённого пункта и социально значимые объекты – это поликлиника, АТС и теплопункт. Она длительно не восстанавливается, то есть предприятие не принимает меры по восстановлению этого повреждённого кабеля. Сетевики добавляют подобную проблему существует на протяжении нескольких лет и в других населённых пунктах. В селах их резервное и гончарное. Более 800 человек лишены резервного источника питания, поскольку предприятие 102-я ПЭС так и не восстановило повреждённую воздушную линию. Севастополь Энерго неоднократно обращалась по данному вопросу в адрес коллег. Однако никаких мер до сих пор принято не было. В данном случае потребители находятся на одном источнике электроснабжения. Если он в ближайший отопительный сезон повредится, то они длительно на время производства аварийных работ останутся без электроснабжения. Специалисты Севастополь Энерго в настоящее время активно готовят свой электросетевой комплекс к зиме. Полным ходом идут ремонтные оборудования, трансформаторных подстанций, замена опор, кабельных линий. Показатели объёма работ в этом году превосходят предыдущие. По словам энергетиков, план выполнен уже на 70%. София Драговоз, Юрий Риутин, Севинформбюро. С 27 августа по 4 сентября Севастополь примет международный фестиваль документальных фильмов и телепрограмм «Победили вместе». События проходят уже 16 год подряд. В этот раз в конкурсной программе участвуют более 150 киноработ от авторов из 37 стран мира и 21 региона России. К сожалению, из-за эпидемической ситуации на планете провести фестиваль в полном масштабе не удастся. Однако его размах, количество работ, номинаций и вопросов, которые подняли участники в своих картинах, впечатляет. Вот так сложилось, что у нас присутствовать будут только россияне. Естественно, вот 21 регион, которых мы отобрали, заявок было тоже больше. И всё-таки есть надежда, что несмотря на все события, прилетят завтра белорусы. Вот больше из сурбежных коллег никто прибыть не сможет. Но это всем понятно. Конечно, мы идём, ввиду создавшей ситуации, на гибридный вариант. То есть у нас есть даже члены жюри, выпускник ГИКО Сахарбек Салиев. Он онлайн просматривает кино и будет по зуму принимать участие в обсуждении фильмов в работе жюри. И ещё целый ряд таких коллег из Латвии, директористской студии, Инта Калибая и так далее. Торжественная церемония открытия запланирована на 28 августа. Она пройдёт в Севастопольском центре культуры и искусств. Однако показы киноработ участников начнутся уже 27 августа в 20.30 в зале под открытым небом на Матросском бульваре. Далее увидеть исторические, военные и документальные картины, представленные на суджюри в этом году, можно будет каждый день с 10 до 18.30 в городских кинотеатрах Москва, Победа и Россия. Также гостей фестиваля ждёт широкая культурная программа. Будет совершенно потрясающий новый коллектив, который сейчас набирает неимоверные обороты уже не только в Москве, но и в России за рубежом. Это группа «Вива». Вот это пять таких красивых мужиков на сцене с потрясающими совершенно голосами. Поскольку мы всегда стараемся работать в творческом паритете с севастопольцами, мы всегда рады приглашать талантливых севастопольцев на наше открытие. Будет мальчик с потрясающим голосом, я думаю, все эту фамилию уже в Севастополе знают, Артём Фокин. Для Севастополя фестиваль уже стал одной из визитных карточек. Его важность для города и всей страны подчеркнула и сенатор Российской Федерации Екатерина Алтабаева. Документальное кино, которое в основном является, так скажем, предметом исследования, изучения и показа в ходе кинофестиваля, это есть вот та подлинная правда, которую мы хотели бы, чтобы она возобладала. А все фасификации, которые сейчас так иногда чудовищные совершенно по поводу истории Второй мировой Великой Отечественной войны, отошли в прошлое. Завершением фестиваля документальных фильмов и телепрограмм станет Международный общественный форум по сохранению памяти о Второй мировой и Великой Отечественной, который пройдет под девизом «Защитим правду о победе». К этому часу все. За развитием событий следите вместе с выпусками Севинформбюро. Телефон редакции мобильный. Плюс семь девять семь восемь девятьсот тридцать один тридцать один. Уточнить информацию или оставить свою вы можете на нашем сайте. НТС Дефис ТВ. Тичка ком. Ждите новостей. До встречи. Всего вам хорошего. И пусть день будет таким же удачным, как и утром. Субтитры создавал DimaTorzok